Давайте мы все встанем. Это знамение между мной и между сынами Израилем и вовеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а все седьмой день почил и покоился. И мы все встанем. И мы все встанем. И мы все встанем. И мы все встанем. Ты питаешь живых по доброте своей, а животворяешь мертвых по великому белосердию. Ты поддерживаешь падающих и исцеляешь больных. Ты освобождаешь узников. Это особенно, когда еврейскую молитву переводят на корейский язык. Значит, приблизилось к нам царство небесное. И мы все встанем. 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 Писание написано, что превыше всякого имени своего, он поставил Слово Свое. И в другом месте написано, Ибо Слово стало плотью, обитала с нами полная благодать и истинная. И в другом месте написано, И душа их дошла до преисподни. Но возвали Господу, Он послал Слово Свое и избавил их от могилых. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Слово, которое через Мошеты дал Израилю. И до сегодняшнего дня, Исходя из Израиля, Оно исцеляет мир. Читаем одиннадцатая глава книга чисел. Минсу-гий-шип-ил-чан, Идторок 하겠습니다. Ме-ехадад-эссер. Сперва-по-десяти стих. Иль-чел-путо, сь-чел-мал-симимидам. Парашат Баулатеха. И нидельная чтение называется, Кагда Возносиш. Ибо-нан Тери-нын-го-сыр-аго-чемок-хамнеда. Сперва-по-десяти стих. Иль-чел-путо, сь-чел-мал-симимидам. Иль-чел-путо, сь-чел-путо, сь-чел-путо. Иль-чел-путо, сь-чел-путо. Иль-чел-путо, сь-чел-путо, сь-чел-путо. Иль-чел-путо. Иль-чел-путо, сь-чел-путо. И мечтаем, что в самом начале Бог наказывает народ. И огонь, пожар, вспыхивает посреди стана и апаляет его. Иль-чел-пута, сь-чел-путо. И, несмотря на то, что еще запах обгаревших тел и погибших людей до сих пор был посреди народа. У них новая фишка в Израиле возникает, они вдруг, надоела им еда. И здесь используется интересное слово, на них напала похоть, похоть плотская. Что такое вот эта вот плотская похоть, когда что-то хватает тебя, и ты не сможешь с этим справиться, ты хочешь добиться чего-то, несмотря ни на что. Давайте мы немножко изучим суть вот этого стиха. Я прочитаю еще раз пяти шестой стих. И вот народ смотрит в прошлое, видитет. И вдруг они говорят, все там было классно, несмотря ни на что, там было все хорошо. По-русски есть фильм, джентльменная удача. Помните, когда они в бегах, он говорит, а в тюрьме сейчас макароны дают? Они вдруг забывают, что Египет это тюрьма, и там у них не было никакой свободы. И только что они вспоминают макароны, которые были дамы. И только что они вспоминают макароны, которые были дамы. В пасок 6, они говорят, а тут они говорят, вообще ничего не осталось кроме манны. Но сейчас он говорит, что он говорит, что он говорит, что он начинает. Давайте посмотрим, что он говорит конкретные факты из того, что мы прочитали. Мы видим, народ освобожденный от рабства, уже свободный. И вот даже наказания там были очень жесткие, когда народ грешил, огонь спалил людей. Они видят другой стороны, стоит Скиния, и небесное облако наполняет ее. То есть они видят явное присутствие Господа. И это был самый большой признак присутствия Бога посреди стана, это физически чувствовалось. И они в это время ничего не замечают, и говорят, манна нам надоело, ее мы только видим. И сама манна, это не просто ягода-малина, это что-то сверхъестественное появлялось в небес. И в одном месте манна называется пища ангелов. Манна на паро к чонцову моннен, эмсиги, рагу, оттенцараман, кирки, пьян хамнеда. И вдруг вот Бог эту пищу ангелов конкретно народу спускает. Они не обращают внимания посреди всех этих проблем, что их одежда все время поддерживает вид, как только что была сшита и только что была куплена, и обувь не снашивается. Это чудесное, вообще непонятное чудо, которое случается. И ехал су омнен ки-джог ду манасая. Ерель дуро со оси нальга дичи анако, симбаль нальга дичи ду анку, княг сеот черон токкачи ипку данионан Исраэль пэксон. Ам килу эвер, эм ло мистэклим, 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 эм ло мистэклим. И вот народ как будто становится в один момент слепым и смотрят в будущее, смотрят только в макароны в тюрьме. Вместо того, чтобы сказать, господи, ты так много нам показал, мы знаем, что есть еще больше впереди. Вместо этого они смотрят назад. Можи Шаул умер в Филиппе, имперек 3, пасук 15. И апостол Павел в послании филиппийцам говорит нечто подобное. Он говорит, я забываю свое прошлое и простираюсь вперед, двигаюсь вперед. И вы знаете, на самом деле, наша жизнь иногда часто напоминает все вот эти вот вещи. Бог делает среди нас чего-то, показывает, открывает, благословляет. А мы в этот момент заняты только своим вот сегодняшним, этим куском мяса, извинипте. Можи Рашум, в Массей 17, 27, в Дианьях Апостолов, в 17 главе, в 26 стих. Т.е. он близко каждому из нас. Но мы не обращаем внимания, вместо того, чтобы обратить внимание к Нему и познать Нему. Он всегда находится посреди нас, так как Писания нам заявляют. А мы просто иногда отворачиваем к нему спину и делаем вид и не замечаем его. Каждый из нас знает свою жизнь лучше, чем другой. Я так же, как и вы, часто согрешаю тем, что смотрю на старые макароны. Я вам просто расскажу какие-то маленькие обстоятельства в моей личной жизни, на которые можно двояко посмотреть. Каждый день я встаю на свою работу в 4-20 утра. И я встаю всегда уставший и единственное желание у меня хочется спать. Я знаю, что передо мной жаркий день, когда мне нужно будет попотеть. И у меня есть смена плавающая, я даже не всегда уверен в этот вечер я возвращаюсь домой или остаюсь ночевать там на работе. И я иногда наполняю свое сердце просто жалобами, что за ерунда, сколько так много. Когда они проводились, как всегда в сердце, так что я всегда участвовал – как они живы. То есть какой-то пустыне, как они, как наши братья, наши предки там в пустыне. И этот взгляд, как наши братья, наши предки там в пустыне. Я каждый день пробуждаюсь дома, у себя дома, в своей кровати. И Бог благословил меня семьей дома моей этой кроватью. И рядом со мной спит моя жена, которую я люблю. Которую я получил от Господа. И если я пророжу сегодня несколько метров от своей комнаты, там еще одна комната у меня есть, там двое моих маленьких детей. И я иду работать. Чтобы с помощью того, что я работаю, я могу обеспечить все нужды, все потребности моей семьи. И это большое благословение. И из-за этого у них все есть. И я чувствую себя достойно, как мужчина, что я могу обеспечивать свою семью. И так же, не только это, но Бог еще обещает мне, что мое будущее в его руках. Но иногда нам не нужно говорить Богу, как велико наша проблема, как нам надоело манна или макароны. Но наоборот, сказать свои проблемы. Как велик Бог, которому я принадлежу. Давайте будем другими глазами обращать внимание на то, что случается вокруг нас. И будем веровать к тому, что написано в Писаниях. И у нас есть возможность быть на связи всегда с ним. И у нас есть возможность быть на связи всегда с ним. И когда мы молимся, давайте будем молиться о том, чтобы он открывал наши духовные глаза, чтобы мы видели правильно его глазами ситуацию в их семьях. Гидок Хартэханса. Хананиман не йонг и нунни тыге хе чуще. Нанан медим и нунни рону сальг сутрок чумпох хе чуще. Амин. Камсам. Давайте мы все встанем. Пока ши и рона ши, бог. Медлота Тора, Кусам Моши, Беклим на Исраэль, Иадонай, Баят Моши. Амин. Амин. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. И помоги нам видеть Тебя посреди нашего страна. И принимать от Тебя благословение и двигаться вперед. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.